привет зрителям канала строительный пылесос новый нависники купленный со слову владельца в интернете поэтому у меня закралось сомнение что это оригинал потому что нигде никакой модельки ничего не указывается есть qr-код который не читается владелец не включается вот я подключил его владелец что-то классно ладно и все я думаю нашу кнопка нет не кнопка ну и что нужно было его разобрать включаем от сети дело непростое что видим то откручиваем открутил я в эту часть детали где фильтр вот видите он еще работы не видел пыли нету вообще вращается легко так кнопку я проверил ну дальше разобрать же нужно как-то нигде ничего то что я видел там в интернете посмотрел здесь после снятия вот этой колбы здесь должны быть саморезы их здесь и нету это думал это заглушки нет нету здесь ничего таких заглушек мы были ну как же должен разбираться короче ручка вот здесь ручка у нас на двух таких защелках оторвал и как оторвал меня не все цело осталось и он два шурупа выглядывают махает нам дай давай отвертку откручивай поэтому откручиваем посмотрим что у нас здесь будет данный аппарат был подарен владельцу был включен три раза всего лишь купил в интернете пришел к мастеру на что чтобы могло такое классно и не работать уже ну все чисто никакой пыли вообще двигаться все чисто идеально давайте а сейчас мы знаете что самое проще прозвоним двигатель прозванивается ли у нас двигатель пока еще не прозванивала я заметил какую-то блевотину что это такое зачем термо клеем в эти термосопли сюда наливание неужели нельзя закрепить что это такое что это были на так что я думаю проблема однозначно это у нас на двигатель идет вот два синих провода один у нас выходит на кнопку автор у синий пошел у нас на прямую на кабель поэтому сейчас но так вот замкнем сюда и к синему проводу не звонится идем движку короче все на защелочка такой мини-мини-мини движочек так что вы представляли себе сколько здесь диаметр этой крыльчатки как на на фене где-то чем бы вам сравнить что там сразу берем рулетку 665 миллиметров но объяснение в этих термосоплей вот смотрите вот так вот здесь клеммная площадочка делась клемма на стату вторая клемма здесь плохого качества было и они здесь налили термо клея так что я думаю проблема будет здесь давайте прозвоним каждую обмотку так что у нас щетки давайте щетки звонятся теперь вот нормальной клемме кидаем звонится теперь вот это которая на ее вообще вывели аж сюда а тут соединили провода нога это не звонится поэтому шо сейчас разговариваем здесь это место и будем смотреть значит вот идет вот это все термосопляет и вот вижу здесь провод я его зачистил его не прозванивается пошел дальше и вот пожалуйста все в обрыве обмотка где там провод херезная вот пытаюсь расчехлить этот чехол снять те которые работали собирали этот восстанавливали работоспособность двигателя залили внутрь на обмотку термо клей который приклеился к корпусу вот этого чехла и к обмотке и что теперь я снимаю снимая вам повредить эту обмотку это короче технический пипец так вот приблизились мы к задке вот этот провод в термосоплях вот обмотка меня вот это у нас на щетку идет вот это проблемная у нас соединение его смотрите провод идет выходит но здесь вот почернел потому что плохой контакт был и он держится чисто на термоклее а он должен быть вот здесь как здесь сделано поэтому что будем что-то там блин короче что-то сейчас придумаю сейчас зачищу если все прозванивается буду припаивать как-то что-то фиксировать обмотку припаялся обычным проводом сюда кстати использовал впервые вот такой флюс для меня я задовольный ставлю лайк нормальный флюс так ну что теперь мы можем позвонить если у нас все звонится нам можно будет собирать отлично вот я держу этот провод который я припаял и до щетки отлично так теперь сейчас придумаем как-то его здесь закрепить чтобы он не болтался так вот а кстати я вы из зиму вот эту контактную группу классе вот туда и все им будет классно сидеть этот термоусадочку местопайки спасу захороню и все можно будет собирать вот так теперь все красиво потужно выглядая зафиксировано никуда она уже не динется так собран этот восстановленный новый пылесос запускаем ну что кто-то мне скажет там комментарий еще напишет эксперт так ты что же типа восстановил то не ребята посуньтесь звицы я там и не принесли уже на ремонт я может там чуды что хотите лишь бы и нару был а а завод производитель если там косячная обмотка выкиньте это двигатель нельзя его восстанавливать вы продаете новый на висенький аппарат а не восстановленный хорошо есть там например я не знаю магазины у которых есть раздел там повреждение упаковки повреждения корпуса и они дешевле продают а здесь продали за полноценный новый пылесос ну так вот так же кому было интересно посмотреть не забудьте техническом и контенту лайкос и дополнение по пылесосу этому энхолевскому я уже его отдал клиенту и клиент рассказал что это оказывается покупали не здесь в украине а покупали он уже не первый продукт энхолевский покупает те что с европы привозят ну и понятно соответственно все раскрывается эта картинка у нас он не рабочий был причину вы видели об обрыв обмотке и его восстановили продали владельцу и все вот вами вся картинка все всем пока пока